Поддержка талантливых ребят по всей стране на основе опыта образовательного центра «Сириус». В Сочи сотни участников третьей всероссийской конференции «Путь к успеху» обсуждают, как помочь одаренным школьникам и студентам реализовать свои проекты. Именно для них в регионах будут создавать центры, подобные «Сириусу». И такая поддержка юных ученых уже приносит результаты. Алена Евтикова продолжит. Искусственные мышцы работают по принципу мышц человека. Мы нагреваем неоновый элемент с памятью формы, и он под нагревом начинает сокращаться, подобно мышцам человека. Бионическая рука на основе искусственных мышц. Разработка актуальна в протезировании. Прототип сборщика космического мусора. А вот шагомер, учитывающий особенности владельца с помощью датчиков на ноге, будет полезен в спортивной медицине. Мы с моей командой разрабатываем устройство захвата движения, которое дает обратную связь о том, насколько правильно выполняются упражнения. В лабораториях «Сириуса» в этой смене над проектами работают 90 школьников из Свердловской области. В Екатеринбурге, кстати, уже есть аналог сочинского центра «Золотое сечение». В идеале так должно быть везде, считают участники третьей Всероссийской конференции «Путь к успеху». В Сочи приехали преподаватели, крупные ученые, руководители научных и образовательных организаций, представители высокотехнологичных компаний, партнеров «Сириуса». Всего более 800 человек. Одна из главных тем – поддержка одаренных детей по всей стране. Опыт «Сириуса», опыт ребят «Сириуса», преподавателей «Сириуса», тех, кто сегодня являются партнерами «Сириуса», они дали нам возможность в рамках национального проекта образования делать такие же «Сириусы» в субъектах Российской Федерации. Большая часть у нас сегодня, ну не большая, но точно 50% детей проживает в малых городах, в сельских населенных пунктах, и они тоже так же стремятся и хотят получить новые знания. По модели «Сириуса» в регионах с детьми уже работают 27 центров. К 22-му году такие должны быть созданы в каждом субъекте страны. Старшеклассник Александр из Пскова был на проектной смене в «Сириусе» в 2017 году. Сам подал заявку. Там его заметили, теперь он стажируется в лаборатории молекулярной генетики в Санкт-Петербурге, где разрабатывают и производят препараты для борьбы с такими серьезными заболеваниями, как рак и СПИД. Интерес к биотехнологиям у меня появился на самом деле в «Сириусе». Мы смогли в кратчайшие сроки создать реальный проект, который на данный момент используется здесь. То есть результаты нашего исследования и сама методика, которая у нас была разработана. Никита из Москвы влюблен в космос, да и площадка для развития это бескрайнее. Выпускник «Сириуса» сегодня он студент-первокурсник МГТУ имени Баумана и уже заключил договор о дальнейшем трудоустройстве с корпорацией «Роскосмос». В коллективном пространстве, скорее всего, в скором времени доминируют микроспутники и группировки. А что касается дальнего космоса, то тут будущее с аэронными двигателями, как я считаю, поскольку они позволяют достичь больших скоростей. Наука, технологии, спорт, искусство. Почти 30 тысяч выпускников «Сириуса» по самым разным направлениям сейчас учатся в ведущих вузах страны. Многие из них уже стажировались в компаниях-партнерах. 5 тысяч получают гранты президента Российской Федерации. И все востребованы. У нас активно развиваются стажировки, практики. И здесь на небольшой, сравнительно, но достаточно уникальной территории Олимпийского наследия в Американском районе фактически вырастает такой научно-истрельский и внедренческий кластер. Самый главный интерес наших партнеров – это те уникальные творческие проекты, которые они могут создавать вместе со школьниками и студентами, которые выпускаются из «Сириуса». Первые университетские программы при участии ведущих ученых и партнеров центра должны стартовать в нынешнем году. Алена Евтикова, Лея Ребжанов, Елизавета Волчегорская, Марьяна Соболева, Дмитрий Баранов. Первый канал.